Здравствуйте, мои дорогие зрители! Вот решила сегодня приготовить я котлеты рубленные. Значит, что нам для этого понадобится с кабачками? Значит, кабачки сами два штуки. Это я очистила от кожицы. Потом луковица, репчатый лук один. Картошечки две штучки очищены уже. Чесночок. Ну, сколько здесь? Пять-шесть штук? Пять штук. Одно яйцо, мука, соль и перчик по вкусу. Там можете положить любые специи, какие вам нравятся в куриных котлетах, в принципе. Значит, зелень у меня замороженная, там лучок с укропчиком. И сама грудка куриная. Значит, грудки у меня куриные полкило, но вообще идет по рецепту. Как бы грамм 300 можно использовать. Ну, я решила использовать полкило. Как бы есть мясо, почему бы и нет. Чем больше мяса, тем больше будут котлеты мясные, чем овощные. Если вы любите овощные, то можете добавить мясо совсем чуть-чуть, для вкуса чисто. Вот. Начинаем. В первую очередь мы натираем кабачки на крупной терке. На крупной. Теперь нам надо кабачок подсолить. Вот так вот. Чтобы они пустили сок. Немножко помешаем. Чтобы пустили кабачки сок. И мы их отожмем от этого сока. Вот так. Солить сильно не надо. Ну, немножко присолить. Вот так 2-3 щепотки, чтобы они пустили сок. Так. Так. А мы пока дальше продолжаем. Так. Сейчас мы как можно мельче измельчаем мясо. Почему котлеты называются рубленными? Потому что мясо надо любое. В принципе, сюда пойдет мясо. Можно и свинину использовать. Можно и курицу. Можно и любое филе. Кто что любит. Кто что предпочитает. Так. И хорошенько-хорошенько вот мы его прям измельчаем. На мелкие-мелкие кусочки. Насколько возможно помельче. Так. Так, ребят. Мясо измельчила. Меленько. Видите? Меленько-меленько. Прям такими как бы кубичками. А вот. Теперь, значит, сейчас нарезаю. Тоже постараюсь помельче лук. Стараюсь вот так вот лук измельчить. Именно руками. Потому что придается более такой, знаете, объем в котлетах. Ну и, естественно, придается вкусовые какие-то рецепторы. Будем так называть. Вот. Поэтому рекомендую лучше резать именно лук таким образом. Ну, можно, конечно, пропустить и на блендере. Но на блендере не будет такой воздушности. Так. Вот порезали лучок. Целую луковицу большую. Сейчас отжимаем кабачок. Я его уже переложила в сито. И, как я обычно делаю. Просто вот так вот ложкой хорошенько-хорошенько придавливаю. И, видите, сок вытекает. Вот таким образом. Ну, можно кто-то руками давит. Это, в принципе, без разницы. Я таким образом, как мне кажется, более... Ну, по возможности надо выдавить весь сок из кабачков. Чтоб котлеты не были такими влажными. Хотя некоторые даже добавляют в котлеты воду. Ну, здесь такой рецепт. Так. Вот основу мы как бы слили. Так. Кто смотрел, сначала я там присаливала их. Для того, чтобы они пустили сок. Всё. Теперь сейчас я эту воду сливаю. И начинаем дальше двигаться. К кабачку я натираю две картошки. Теперь на мелкую такую терочку, на меленькую. Вот, у меня несколько здесь позиций. Значит, натираю весь чесночок. Не буду заморачиваться. Есть и чесногодавилка, пресс. Ну, так быстрее, мне кажется. Так. Так. Добавляем. Добавляем. Сюда лук репчатый. Тот, что мы измельчили перед этим ножом. Так. Теперь добавляем одно яйцо. Добавляем парочку, наверное, щепоток, да, вот так, парочку, щепоток соли. Добавляем перчика, на свой вкус. И сюда же всё мясо. Так. Теперь добавляем. У меня, правда, заморожено зелень, но подложила её размораживаться. Ну, что-то долго. Здесь у меня укроп и немного лука. И прям добавляем. Ну, где-то вот так 2-3 столовые ложки, кому как пожелает. Так. И муку. 3 столовые ложки муки. И вот эту массу нам надо хорошенько сейчас замесить. Так. Замешиваем нашу массу. Кокреты бывают разнообразные. Мясо может быть любым. Мясо может быть любым. Мюшиным, куриным, свиным. Кто как любит, кто как предпочитает. У меня была вот куриная грудка. Я решила сделать с неё. Вот так. Хорошенько замешиваем. И дальше жарим наши котлеты на сковороде. Так, раскалила вот масло. И начинаем обжаривать. Я, значит, руку макаю в водичку, чтобы у нас получился шарик нормальный. И выкладываю. Так. Сейчас я сделала сильный. Наверное, на четверку поставлю. Потому что у меня до 9. И вот так старайтесь по размеру, чтобы они были одинаковые. Машконка, вот, запахно. Виде среднего огня я буду обжаривать. Сейчас выложу, возможно, корочка возьмутся потом под крышку. Получается очень сочный и вкусный. Жарятся наши котлетки. Видите, румяные такие. Сочные. Поставила кастрюльку для макарончиков. Наверное, варю немножко макарон. И вот так варилась на один раз. А потом варю что-то другое. Вот взяла уже поршик пустой. Кинула туда салфеточку на дно. Чтобы масло стекало, если что. И буду сюда складывать готовые котлеты. Так, снимаю первую квартиру. Тем временем добавляем спагетти. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Так, зимойду подсолить надо. Так, ну что, вот мой обед. Мои котлетки с кабачка, из курочки. И спагетти с овощами. Всем приятного аппетита!